Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома Сильмы, бле, дорогие гости, сильмы, бле Мировые премьеры Я пойду Блокбастеры Голливуда О, чёрт вас здесь подрай, здравствуйте Все тайны и секреты кинозвёзд Его дело, это на жару Билеты на лучшие фильмы Но за искусство Программа «Синема» Поехали Всем привет, всем любителям кино Огромные приветствия от ведущих программы «Синема» Олег Пека и Владимир Веселов С вами, как всегда, по средам Здравствуйте Всем привет Ну что, мы, наверное, сегодня поговорим Поговорим о тех премьерах, которые Ну, самый главный, конечно, фильм, понятно какой Динозаврики, которые не прячутся в Африке Ну и поговорим, может быть, вообще о том, что нас ожидает летом Потому что начался летний сезон, пора блокбастеров Как-то со времён, по-моему, это Спилберг сумел переломить Раньше не было такого сезонального какого-то разделения И вот именно с момента, когда вышли сначала «Челюсти», потом «Звёздные войны» Стало лет ассоциироваться именно с тем самым временем Когда очень большие, громкие, яркие, многобюджетные премьеры Обязательно должны появляться именно вот в этот период Ну и вот поговорим о том, какие есть картины Которые в ближайшее время появятся в летний период Сначала в Америке, а затем наверняка ведь и у нас Кто-то и до нас докатится Да Что, наверное, начнём всё-таки с тех картин, которые должны появиться в прокате У нас там две премьеры Одна Конечно Может быть, начнём с маленькой премьеры Ну давай Вот она называется Как это Wild Man Дикие люди Дикие люди, да Вот я забыл, как у нас локализовано это название Датская комедия Я видел только трейлер Но, во всяком случае, довольно смешно смотрится Про мужчину, который слегка там съехал с крыши Оставил семью с детьми Решил жить, как вот дикие люди Охотятся, жить в лесу Но при этом всё равно часть гаджетов он использует И, ну вот, приходит в магазин Берёт, что ему надо И расплачивается там боевым топором Ну какие-то такие вот, ну всякие смешные вот вещи И таким триггером становится его встреча в лесу С парнем, который вообще-то работает наркокурьером Ну и дальше вот их приключения Как он его пытается приобщить к своему стилю жизни в природе А как жена волнуется и пытается, в общем-то, ну Обращается в полицию с просьбой вернуть мужа в лоно семьи Ну и вот всякие вот Всё это переплетается, переплетается в один узел И я понимаю, что здесь С одной стороны мы увидим датское кино То есть вот именно вот Традиции викингов Такой вот брутальной Значит, маскулинной Мужской силы И плюс на это накладываются Такие философские действительно Моменты, что мы должны остановиться Подумать, не цивилизация Не отбирает ли у нас Вот наше какое-то ощущение жизни Не становимся ли мы рабами Вот каких-то гаджетов И не профукаем ли мы свою жизнь зря Ну вот какие-то такие вот вещи Я понимаю, все намешаны в этой картине И должно быть, ну, такое смешное Милое кино Европейское, причём кино А не голливудское Которое, ну, должно найти своего зрителя Во всяком случае Надеемся, что так оно и произойдёт Ну и просто этому фильму Предстоит нелёгкая миссия Противостоять Практически невыполнимая Побороться с Юрским периодом С динозавриками теми самыми Которые тоже выходят И понятно, что этот фильм будет Главной премьерой И может быть даже не только этого уикенда Но и вообще летним таким большим Летним блокбастером Почему? Потому что Мы видели Сначала была серия фильмов Стивена Спилберга Про парк юрского периода Затем была серия фильмов Про мир юрского периода Где были совершенно другие актёры Другая история Но тоже присутствовали Ну, сама идея Вот Майкла Крайтона О том, что Учёные оживляют Динозавров Мир Кстати, если говорить точными Всё-таки это не совсем юрский период Ну, спорят Ну, бог с ним Просто красивое название Меловой, не меловой И прочее тоже Тонкости Для слишком умных Ну, палеонтологов Да, наверное Учёных палеонтологов Но вот интересно Что эта картина Должна как бы свести Сшить вместе Вот эти две Разделившиеся франшизы И это сведено Благодаря возвращению Актёров Вот ключевые актёры Из самой первой Трилогии Стивена Спилберга Это Джефф Голдблюм Лора Дерн И Сэм Нил Вот исполнители ролей Вот этих учёных Которые в первом фильме В самом-самом первом фильме Приезжают для того Чтобы Ну, оценить Вот достижения Самого, кстати Ричарда Аттенборра Уже нету в живых Вот этого Почтенного британского И режиссёра И актёра Который сыграл Главную роль Этого чудаковатого Изобретателя Этого парка Юрского периода Ну, и, конечно Крис Пратт И Брюс Даллас Хоуарт Они ключевые актёры Из второй франшизы Присутствуют тоже Я так понимаю Что это Третий заключительный фильм Так скажем Второй трилогии Как говорится То есть была первая трилогия Сейчас вторая трилогия В Голливуде тоже любят трои Они тоже часто Фильмы по тройке снимают Вот была первая трилогия Сейчас вторая трилогия Решили её завершить На такой высокой Ну, завершить на высокой ноте Соединив старых актёров с новыми Ну, идея Я не знаю Там по сюжету Я так понимаю Что динозавры вырвались На свободу Из того самого острова Где их демонстрировали Всем желающим И они Значит Расплодились по всему миру И уже Значит Докучают всем нежелающим Их видеть Видимо И что там Будет дальше Потому что говорят Что будут продолжать Эту франшизу Я честно говоря Не скрою Я потерял к ней Интерес Где-то В районе четвёртого Фильма По-моему Потому что Конечно Первый фильм Был прорывом Потому что Спилбергу Удалось показать На экране То Чего никто не ожидал То есть Настоящего живого Можно сказать Динозавра В плоти То есть До этого Это были какие-то Там Ну не компьютерные Даже А модельные Копии А он Широко начал Использовать Именно компьютерную Графику И удалось ему Сделать динозавра Прямо вот Настолько реалистичным Что люди шли В кино Именно Посмотреть Собственно говоря Как они выглядят Более того Ты помнишь Был прекрасный Смешной мем Где Стивен Спилберг Был снят Ну сидящим на корточках Рядом с моделью Аниматронной моделью Одного из динозавров И Я не помню Это вот Шутка Не шутка Но потом Значит Кто-то вот Запустил этот мем Что дескать Вот Спилберг Браконьер Который истребил Вообще-то Ну там Вамирающий вид Животных И это восприняли Совершенно серьезно Потому что Настолько выглядел Динозавр Ну реалистичным Что Чуть ли не Вот Позор Спилбергу Вообще Что это такое Там Безобразие Это вот восприняли Очень многие люди Настолько это было Ну вот Реально выглядело Прекрасные времена Когда люди были Наивны И доверчивы И верили В чудеса Которые творят Кинематографисты Сейчас уже Такого не встретишь Наверное Вот у нас Выходит Прямо По-моему День в день С американской Премьерой Так что В Америке Будут показывать 10 июня У нас По-моему Чуть ли не 9 Уже 9 То есть на день Даже раньше Официальной Американской Премьеры Можно будет Посмотреть Слушайте Ну вот Завершение Такой трилогии И тот фильм Наверное Ну который На большом экране Произведет Гораздо больше Впечатления Ну очевидно Что Такие фильмы Лучше смотреть На большом экране Там есть Где разгуляться Есть Для глаз Есть Большие динозавры Есть Маленькие люди Есть Наверняка Там Эти Приключения Погони И прочее Все что должно быть В летнем блокбастере С которого стартует Собственно говоря Весь сезон Так что Приглашаем всех В кино Посмотреть Вот эту картину На большом экране Ну вот Это то Что будет Самое ближайшее время Вот Через неделю Нам обещают Род мужской Алекса Гарланда Тоже по-моему Буквально Ну свеженький фильм Но в Америке Он уже вышел И честно говоря Вот в американском Прокате Я посмотрел У него судьба Была не очень Удачная Картину Американские Зрители Не оценили Хотя Вот критики Ну во-первых Алекс Гарланд Написал сценарий Фильма Роман Простите Роман Пляж 28 дней спустя Достаточно известный Режиссер И писатель Он написал И Пляж И снял по нему фильм И вот Последние его хиты Из машины И Гравитация Кажется Наталья Портман Аннигиляция Аннигиляция Да Аннигиляция Точно Да А Пляж Пляж Снял Дэнни Бойл Но он был Автором сценария А ну вот И Мне кажется У него такие Своеобразные Фантастические фильмы Это ну Как тот случай Когда У него есть Свой определенный Зритель И для своего Зрителя Он снимает Не знаю В данном случае Я так понимаю Что он Вступил на Тропу ужасников Триллеров Фильмов ужасов Может Что-то В этом Из-за этого Не пошло Ну Надо Не видя Трудно сказать Я читал положительные В принципе Какие-то отзывы Наоборот Ну Чуть ли не Такой самый лучший В жанре Фильм за последнее время Ну Надо Подождать Посмотреть Меня немножко Смутило Все-таки Я посмотрел Что у него были Очень низкие Ну вот Именно Рейтинги Он обвалился На второй уикенд И Зрители Вот как-то ему Поставили Очень низкие Оценки Д С плюсом Ну где А Это пятерочка То есть получается Вообще там Д это Чуть ли не самая Низкая оценка Двойка с плюсом И Все как-то Ну немножко Насторожились Но опять-таки Ну вот Наверное Чтобы составить свое мнение Нужно посмотреть Я видел только трейлер Невероятной красоты кино Потому что он Очень кинематографичен Очень Ну Визуально Красиво снят И В нем Скорее Вот я понимаю Что не Фильм ужасов Не Хоррор Где Какие Там нагнетается Именно мистика Речь идет О женщине Недавно потерявшей Своего мужа И там постепенно Нам раскрывается Эта история Он просто Ну вот Сбросился С Верхнего этажа Чуть ли не Это произошло У нее на глазах Она пытается понять Что же привело Вот мужа К этому самоубийству И самое ужасное Что у нее Начинаются Какие-то ведения Галлюцинаций Практически Вот в том В том местечке Где она Пытается скрыться От своего ужаса В милой Английской Деревушечке Глуши Там начинают Происходить Какие-то Странные вещи То есть Библейское Дерево С которого Она попробовала Запретный плод Яблока И Начинают ее Преследовать Как будто бы Тени Вот погибшего мужа Такая вот Ну завязка И выглядит Ну выглядит все Очень красиво Но пугающе Жутко Посмотрим Во всяком случае Есть Надежда Что Поклонники Есть потенциал Да Что еще Значит Вот какие картины Будут появляться Причем Интересно Что если раньше Мы следили В основном За премьерами На больших экранах Сейчас Уже Дают премьеры На Нетфликсе Выхода На прочих Там Стриминговых Сервисах Потому что Эти сервисы Они стали Неотъемлемой частью Кинопроцесса И более того Там есть Уже Фильмы с бюджетами Которые Абсолютно Переплюнут И Кинопродукцию То есть Тот же самый Грей Мэн Серый человек Картина Которая Бюджет Который Составляет 200 Миллионов Долларов То есть В принципе Это такой Очень высокооктановый Дорогущий Боевик Где Удивительно Что Такие деньги Потому что Режиссеры Братья Руссо Которые сняли В общем-то Самые прибыльные Одни В топе Три Прибыльных Фильмов Всех времен Это Мстители Финал И Последние Фильмы Мстители То есть Которые Заработали Такое количество Денег Что теперь У братьев Руссо Карт-бланш Они могут Просить Все что Хотят Для своего Творчества Вот они Видимо Попросили Им выдали И Поэтому Там есть В фильме Есть Райан Гослинг Есть Кто там еще Крис Эванс Тот же самый Капитан Америка Капитан Америка Крис Эванс То есть Это уже И новая девушка Бонда Анна Де Армаз Которая Произвела На всех Очень большое Впечатление В фильме Нет времени Умирать Ну в общем Чувствуется Что формула Красного Уведомления Два Таких Мачо-мена Одна красивая Девушка Куча приключений Погонь Вот это Меня немножко Пугает Вот я боюсь Что фильм Ну вот будет ли За всеми этими Потому что Я посмотрел Трейлер И понятно Что из трейлера Бывший агент ЦРУ За которым Отправляют его Ну вот как бы Партнера И соперника Крис Эванс Играет такого Плохиша Сотрудника И вот Их Противостояние Бесконечные Погони Взрывы Всевозможные Очень яркие Но там бьется стекло Летит Все Стреляют Огромнейшее количество Гильз Разлетается Во все стороны Машины Врезаются Друг в друга Трамвай Просто превращают В решето Там когда его Расстреливают Из крупнокалиберного Оружия В общем Что-то происходит Но что Но сюжет Абсолютно Непонятно Понятно Что бесконечная Гонка Один за другим Анна Де Армаз Тоже шпионка Которая там Людей рубит Мечами На куски В общем Есть на что Посмотреть Но вот будет ли Смысл Примерное Содержание Тоже Но Это Может выстрелить Может не выстрелить Но в конце концов Наверное У братьев Руссо Не может выйти Абсолютный Шлаг Так что Очевидно Что для летнего Блокбастера Для которого Не нужно особо Каких-то Высоких Формул Наверное Это в самый раз Хотя конечно Мне кажется Что на большом экране Это бы смотрелось Более эффектно Ну потому что Он выходит на Нетфликсе Вот Но мы немножко Забежали вперед Потому что этот серый человек Уже выйдет по-моему В конце июля Так что еще нам Придется ждать А пока Вот если двигаться По хронологии Одна из ближайших Дат июня Вот как раз Этот уикенд Должен появиться Новый фильм Адама Сандлера На Нетфликсе Он называется Хасл Я вот не помню Как его Русское Будет локализованное Название Но не важно Сама картина Про баскетбол Поэтому я боюсь Что у нас Может быть Она не так будет Популярна Как в Америке Потому что В этой картине Адам Сандлер Играет Я понимаю Бывшего Баскетбольного Тренера Который Получает снова Шанс Как бы Себя проявить В карьере Очень большое Количество Звезд NBA В камео Принимают Участие Так что Сандлер Сандлер Себя проявляет В спортивных Комедиях Там вот был И счастливчик Гилмор И водонос И самый длинный Ярд У него Очень было Много Фильмов О спорте Таких Полукомедийных Сейчас Я понимаю Что с годами Он немножко Заматерел И это Больше Такой Драмы Не трагедии Но драмы То есть Уже Такого Я понимаю Вышедшего В тираж Тренера Который Получает Новый шанс Как-то Себя проявить Ну то есть Такая вот Как бы Жизненная Ситуация Я тоже Обратил внимание Что если Изначально Он позиционировал Себя Как именно Актер Такой Комедийный Причем Такой Достаточно Низкопробного Юмора Так скажем То есть То постепенно Он начал Он даже Не то что Отказался Он снимается Параллельно И в таких Дурацких Каких-то Комедиях Очень глупых Крайне И в серьезных Фильмах Драматических И в принципе Ему удается Как-то Магическим Образом Совмещать Абсолютно Серьезные роли Где он даже Получал Какие-то награды По-моему Последние годы Была у него Какая-то Очень Сейчас не помню Как назывался Фильм Очень серьезные Роли И он получил За нее награды Поэтому Возможно Ну единственное Что конечно Баскетбол Не самый популярный В наших широтах Спорт Поэтому Это может Помешать Но в принципе Для Сандлера Это не такая Плохая роль И для его фанатов Я думаю Будет интересно Еще Вот Из новинок Это Картина Lightyear Кстати она Тоже у нас Вот стоит Уже буквально Заряжена По-моему Через неделю Или через две Наверное Недели День в день С Америкой Она там выходит 17 июня И понятно Что это спин-офф Истории игрушек Рассказ про молодость Вот этого Lightyear Космонавта Космонавта Астронавта Картина Pixar Там его озвучивает В новом фильме Крис Эванс Вездесущий Который Вот Уже мы говорили Что он В сером человеке Как актер Здесь он Именно как Актер Озвучание Вот Кстати Тайка Вайтити Там тоже Среди тех Кто озвучивает Но я не знаю Если кто-то услышит Это в дубляже То наверное Конечно Эти голоса Уже не имеют Никакого значения Из картин Еще Которые Не относятся К Нетфликсу Но на стриминговых Платформах Холлу Картина Которая называется Любовь по вызову Это скорее Такая Фильм Для взрослых Главную роль Играет Эмма Томпсон Актриса Которая Сыграла И няню Макфи Там в детских Фильмах И она же Очень известная Как и сценарист Она по-моему Писала сценарии Для ряда картин Получавших награды Очень необычный сюжет То есть Женщина Такая домохозяйка Правильная Вдруг пускается Во все тяжкие И пытается Как гласит Синопсис Раздвинуть границы С твоей сексуальности Ну то есть Она заводит Молодого любовника Бросает вызов Вообще Общественному мнению И Ну вот это Как завязка И Картина В оригинале Называется Good luck to you Лео Гранде А в русской локализации Она звучит Как любовь по вызову Если говорить Опять возвращаться К таким Фильмам Ну не то чтобы Боевикам Но таким Экшн фильмам То Spiderhead Который Решили В русской Локализации Не переводить Как паучья голова Чтобы не запутывать Spiderhead Звучит Может даже Вот как-то Более заманчиво Речь идет О Секретной Программе Когда заключенные Могут Скостить себе Срок Принимая участие В научных Экспериментах В качестве Подопытных Кроликов Им Вживляют Там какой-то Специальный Там чип Который Увеличивает Их Эмоциональную Восприимчивость И вот Тоже Набор Достаточно Такой звезд Здесь играет Крис Хемсфорд Красавец Там Братья Хемсфорд И они В последнее время На расхват И Майл Стеллер Тот самый Который Сыграл В одержимости Вот сейчас Топ Ган И режиссер Собственно говоря Тот же Что и Топ Ган Косинский Тоже Топовый режиссер Сейчас Да Таких Блокбастерный Блокбастерный Но я подозреваю Что Топ Ган Был снят Вот по-моему Три года назад Да он пораньше Ну потому что Мы говорили Что из-за пандемии Его откладывали И поэтому Видимо За это время Что он Шел к экрану Косинский Успел еще один фильм Для Нетфликса Снять Ну вот считается Что это тоже Одна из таких Больших премьер Нетфликса Этого лета И Тут как будто бы И научная фантастика И двое заключенных Которым Предстоит Значит Пройти Испытание На Эмоциональность Ну и как будто бы Они влюбляются Друг в другу Друг друга И такой вот Экспериментатор Крис Хемсворт В общем Опять-таки Непонятно Будет картина Выстрелит Не выстрелит Поскольку Если мы говорим Про стриминговые Картины Здесь все-таки К ним все равно Какое-то немножко Отношение Не то чтобы Как К второсортному кино Но телевизионный Как будто бы Проект Вот как будто Еще Не до кино Хотя Может быть Это такое Просто предубеждение Не стоит думать О Нетфликсе С высока Как говорится Да Вот Ну а зато То что будет Точно хитом Это миньоны Очередные Вторые Миньоны Которые В принципе Я так понимаю Что это мультфильм Который объединяет Первых миньонов С Гадким я Это такое Действие происходит После первых миньонов Но до Оригинального Мультфильма Гадкий я То есть Как раз о том Как эти самые Прикольные Миньоны Встретили Своего Предводителя Который Значит Наставил На путь Истинного зла Этого Злодея Который оказался Не таким уж Злодейским Ну В общем Очередная Должна быть Веселая история Которая В принципе Я думаю Понравится Ну как обычно Я так надеюсь И детям И взрослым То есть Для Семейного Похода Летом То что нужно Просто записать Себе наверное И не забыть Сходить Если особенно Дети Посмотрели Им понравился Предыдущие фильмы Про этих Желтых Человечков То это тоже Надо Взять на заметочку Ну да Ну да Его главного Продюсера Единственное Что вот Остин Батлер Сложно Сказать Он как будто Бы и похож И не похож Я знаю Что в последнее Время Стало Модным Чтобы еще И Пели Сами Ну вот Например Актер Который Исполнял роль В Рокетмене Элтона Джона Он Самостоятельно Исполнил Все вокальные Партии Подражая Элтону Джону И причем Поразительно Это сделал Кстати Вэл Килмер Который Вот сейчас В Топгане Он ведь Спел за Джима Моррисона В фильме Дорс Оливера Стоуна И многие Поражались Просто не могли Понять Где поет Джим Моррисон Где поет Сам Вэл Килмер Настолько Он подражал Снял его голос Потрясающе И если ты помнишь В фильме True Romance Настоящая любовь Вэл Килмер Сыграл Такую маленькую Эпизодическую роль Он является В роли Элвиса Главного В зеркале Появляется Отражение его И он Мурлычет Вот как бы Поет эти песни Причем тоже Поет сам Вэл Килмер За Элвиса Пресли И это делает Великолепно Совершенно Но вот Остин Батлер Я понимаю Все-таки Не сам поет Там используется Фонограмма Элвиса Пресли Ну да Но стоит сказать Что это все-таки Мюзикл Как ни крути Что неудивительно И Ну Чтобы скепсиса Было меньше Можно сказать Что Я читал Что вдова Элвиса И дочь его Посмотрели уже Фильм И в принципе Одобрили его Благословили Сказали Что им очень понравилось Что они прямо Вот Расчувствовались От этой истории Поэтому возможно И нам это стоит сделать Король жив Как говорится Что вот еще Из таких фильмов Ну вот Ближайшего Времени Вот На лига В Америке Выйдет Фильм Такой Триллер Ужасник Черный телефон Блэкфон Вся как бы Задумка Там Итан Хаук Играет Серийного Убийцу Который Похищает Подростков И Такая Придумана Фишка Что Очередная Похищенная Девочка Она Находит Телефон Как будто бы Совершенно Разряженный Но по которому Она может Мистическим образом Связаться с Предыдущей Жертвой Этого серийного Убийцы И Помогут ли Советы Прошлой Жертвы Чтобы Спастись Вот это Как раз Будет Главная Интрига Этой Картины Ну то есть Такой сюжетный Ход Необычный Самое интересное Что Фильм снят По рассказу Сына Стивена Кинга Да То есть У них Видимо Семейная Поэтому Сын Стивена Кинга Тоже Начал Писать Рассказы Ужасов Писать Жанре Ужасов В принципе У него Уже есть Несколько Экранизаций И вот Это Очередная Экранизация Его Рассказов Так что Надеюсь Он Не обделен Талантами Как Говорят Обычно Яблоко Не упало Далеко У Дженнифер Лопес Вот она Становится Потихонечку Я понимаю Королевой Ромкомов Потому что Как-то Один за другим Вот фильм Я уже забыл Как он назывался Но фильм Где она Играла Первый встречный Да Первый встречный Вот где она Ее бросает У алтаря Значит Мужчина Она Собственно говоря Все ее фильмы Ее там где-то Кто-то бросает А потом Она Кого-то Находит И вот И вот Новый фильм Абсолютно По той же схеме Он называется Ну по-английски Shotgun Wedding А Локализация Моя пиратская свадьба И Опять-таки Сюжет Невероятно Простой Она Накануне Свадьбы Опять-таки Ну со своим Суженым Ряженым Разругалась С ним Вдрысть И тут Вдруг на острове Высаживаются Пираты Где должна была Праздноваться Свадьба Захватывают Их В заложники И Им предстоит Я понимаю Спасая друг другу жизни Ну в общем Такая вот Романтическая история С элементами комедии Ну и Дженнифер Лопес Слушайте Вот К своим Вот Пятидесяти годам Она Совершенно подошла В шикарной форме Да Что тут скажешь Респект ей Как бы Раз Как ты говоришь Это конечно Эйджизм сейчас Что мы говорим Вот Но в принципе Да Она В отличной форме Отлично Подходит Для этих ролей Смотреть На нее Очень приятно К тому же Она уже по-моему Достаточно Давно доказала Что она Ну Адекватно Смотрит И исполняет Роли актрисы И певицы То есть Ей этого уже доказывать Не надо Что она просто Влезла туда Случайно В Голливуд Поэтому Почему нет Зрителям Мне кажется Нравится Фанатов у нее Как Очень много Из тех вот картин Тор Любовь Хотел сказать И Голуби Нет Любовь Давненько мы Про экранизацию Марвел Не вспоминали Вообще Про экранизацию Комиксов Что-то их Давненько не было Ну вот Как раз таки Опять Кримс Хемсфорд В роли Тора Ну и Тайка Вайтити Режиссер Это по-моему Четвертый По-моему Сольный Именно Сольный Фильм Про Тора Не в рамках Мстителя А просто Индивидуальный То ли четвертый То ли третий В принципе Ну и Предыдущий Ну разошел С Режиссером Тайкой Вайтити И в принципе Этот очевидно Тоже Учитывая Что там появляется И Наталья Портман И там много А ну и Главное Что злодея Играет Кристиан Бэйл Которому Тоже удалось На обоих Сторонах Поиграть Он В Ди Си Он сыграл Ну В рекомендации Комиксов Ди Си Он сыграл Бэтмена А в Марвел Попал на роль Злодея Причем Очень его Высоко Оценили Фанаты Такая вот Ну очень Злодейская Внешность Такое Перевоплощение Потрясающее Во всяком случае Ну Производит Впечатление В трейлере Мы пока Все можем Обсуждать Только трейлеры Какие-то кусочки Сам трейлер Имел тоже Большой успех Там И Вин Дизель И Джефф Голблюм И Крис Пратт В общем Кристиан Бэйл Наталья Портман Грассел Кроу В роли Зевса В общем Там Да То есть Огромнейшее Количество Просто Знаменитых Актеров Там Собрано Так что Ну наверное Будем надеяться Что этот Олл-каст Олл-стар-каст Будет Сработать Это будет Такой именно Блокбастер На долгое время А то и до конца Лета Будет Крутиться Все желающие И все Кто соскучился По Экранизации Комиксов Про супергероев Тот Может сходить Посмотреть Еще Для Ну вот Для детишек Кроме Миньонов В июле Выйдет Выйдет Фильм Господи Вот как Локализованный Опять Вот я название Не знаю Но вот Наверное Эти Лапы ярости В общем Легенда Хэнка Будет Что-то Вот Из серии Кунг-фу Панды Я понимаю Вот С Мелом Бруксом Самуэлем Эл Джексоном Озвучивающих Персонажей Мишель Йо Ну и Для любителей Драм Экранизация Джейн Остин Ее последний Законченный Роман Персуэйшн С Дакотой Джонсон Которая Пытается Вот как-то Выйти Из тени Пятидесяти Оттенков Серова Во всяком Случае Здесь Опять-таки Генри Голдинг Такой Золотой Мальчик Азиатской Внешности Хотя он Американский Актер В общем Будет Необычная Такая Экранизация Джейн Остин Ну и Брэда Брэда Питта Мы увидим Этим Летом У него Тоже Такая Будет Большая Постановка Буллет Трейн И Экшенизированная Судя Колоритная Какие-то Колоритные Персонажи Колоритные Локации Ну и Соответственно Все это Замешано В экшен Каких-то Сценах С перестрелками Погонями Взрывами И прочее Ну то есть Опять же Тот же Коктейль Те же яйца Только в профиле Но на этот раз Еще плюс Брэд Питт И та же самая Твоя любимая Сандра Балок В небольшой роли Я так читал Что за то Что в потерянном Голосе В городе В потерянном Голосе Появился Брэд Питт В небольшой роли Она появилась В небольшой роли В этом фильме То есть у них Такой взаимозачет Произошел В маленьких Камео Ну вот Говоря про Брэда Питта Может быть Я вот уже Думаю Может стоит нам Перейти к новостям Потому что Времени Не так много А все равно Мы об этих фильмах Будем рассказывать Когда они будут Подходить к нашему прокату Вот Брэд Питт Я понимаю Что он вдохновился Очевидно Победой Джонни Деппа И решил Свою тоже Бывшую Немножко пощипать Подал в суд На Анжелину Джоли Причем Такая история Достаточно Пафосная То есть Я понимаю Что тут Он подгадал Еще и Может быть Такие Антироссийские Настроения Потому что Он обвиняет Анжелину Джоли В том что Она Без его ведома Продала контрольный Пакет акций Виноградников Когда они Когда они были Вместе Они приобрели Замок И виноградники Это было Где-то На юге Франции И Брэд Питт Серьезно Очень увлекся Я понимаю Виноделием Уж не знаю Пое имя Которое Совладельцу Ну и Очевидно Пытается Думаю Что Попытается Он Получить С Анжелиной Джоли Какие-то Ну не знаю Суммы денег Которые Он считает Что это Нанесен Ущерб Его бизнесу Причем Он даже Не называет Говорит Это я в суде Все посчитаю Скалькулирую И суду Предоставлю Свои расчеты Так что На самом деле Просто наверное Хочет ее Наказать За то Что она Ну разлучилась С детьми По большому счету Ведет Очень Агрессивно Против него Какую-то Такую деятельность И по-моему Она настроила Вот двоих Как минимум Из своих детей Против Брэда Пита Потому что Они не общаются С Брэдом Питом Не приезжают К нему в гости И ну я понимаю Что конечно Он очень расстроен И раздосадован Таким положением Вещей Ну теперь Мы можем вернуться Собственно говоря К тому О чем говорили В прошлый раз К суду Джонни Деппа В прошлый раз Мы не успели Вернее Передача Вышла Утром А вечером В районе Десяти По-моему Или одиннадцати Все узнали О вердикте И я жутко Порадовался Ну я конечно Не хотел там Злорадствовать По поводу Проигрыша Эмбер Хёрд Но все-таки За Джонни Деппа Я очень рад Я конечно Не такой наивный Не думаю Что он прямо Цветик-семицветик Ни в чем Не виновный Как Говаривал Глеб Жеглов Без Как там было Что Наказания без вины Не было Надо было Просто вовремя Со своими женщинами Разбираться Ну Очевидно Что смеси Алкоголя И наркотиков Она Делает свое дело И делает людей Не совсем Адекватными Но Точно так же Было очевидно Что он в этой истории Не Прямо Главный злодей Единственный злодей И В этом В этой связи Мне кажется Он выиграл Уже до Ну как я уже говорил Он выиграл Еще до Вынесения Вердикта Именно поэтому Мне кажется Оказалось Что он не пришел В суд На Вынесение вердикта Что всех удивило А уехал в Лондон И там Закатил вечеринку И В принципе Узнал о победе По телефону Просто Не сомневался Да Потому что Мне кажется Ему было очевидно Что он выиграл В принципе В любом При любом раскладе Люди его услышали Люди поняли Что все не так Однозначно Что Не такой он плохой Не стоит его вычеркивать И сейчас Вот Какие просто Как выглядит ситуация Сейчас Потому что Студии Которые разорвали С ним контракты Очевидно Крайне Печально На это смотрят Потому что Они поторопились Уже говорят о том Что выиграла Компания Диор Которая В отличие от многих Не стала разорвать С ним рекламный контракт И он остался Рекламным лицом Все это время Он был рекламным лицом Их парфюма Саваж И сейчас этот парфюм Самый популярный В мире Поскольку И за все это время Каждый день Этот парфюм Рос Его популярность Сейчас он Реально То есть Приносит им Огромные прибыли И они Поняли Ну видимо Очевидно Что они не прогадали И другие Думают примерно так же Поэтому Уже звучит Речь о том Что Рано или поздно Выйдет Очередные пираты Карибского моря С Джонни Деппом И очевидно Что Джонни Депп Поскольку Дисней его Прокатил Так некрасиво Очевидно Что он За свое возвращение Катит им Хороший Такой Ценник В качестве Компенсации Я надеюсь Что нам не вкатит Ценник Что мы Немножко затянули Программу К сожалению Нам нужно заканчивать До следующей среды Огромное спасибо Владимир Веселов Олег Пека Программа Синема Всем пока Слушайте Радио